Приветствую вас, Кристина. Давайте разберём ваш вопрос, который выдаёте. Честно вам скажу, что ни один специалист, ни один психолог, психотерапевт не расскажет вам, что дальше и как дальше. Потому что это ваша жизнь, вам решать только как вы её будете проживать и какие решения вам будут приняты. Поэтому я думаю, что то, что реально может сделать психолог и должен сделать, это помочь вам разобраться в себе. Во-первых, то, что вы думаете про своего бывшего одноклассника, это не совсем он. И в школе, когда вы учились, тоже был не он. Скорее всего, это образ его у вас. Ваш образ человека. Это, кстати, абсолютно нормально, что у вас есть его опыт. Но взаимодействуйте вы с образом, а не с реальным человеком. И это ваш образ обижает виноват за то, что вы не захотели с ним встречаться. Но не он сам. И вы не узнаете, пока с ним не пообщаетесь. Но это немножечко не главное. Главное другое. Что вот вы как обесценивали себя раньше. Вы как ставили себе рамки. Что вот я не такая, как все. И соответственно... Меня это зажимают. Так ставят. Продолжают ставят. Почему? Почему? Потому что совершенно очевидно, что вы достаточно хорошо помните прошлое. Достаточно хорошо. Вы достаточно хорошо помните, что было тогда. И вы достаточно хорошо помните этого человека. Хотя времени просто много у вас. У вас был брак. У вас есть ребенок. Ух ты. Но вы все равно в такое ощущение, что продолжаете жить просто. Что говорит о том, что в настоящем и будущем у вас вообще-то не очень много интересов. Что вы не очень-то куда-то идете. Что вы не очень-то понимаете куда идти. Что вы не очень понимаете куда развиваться. Куда развиваться и так далее. Вы не чувствуете ценность свою. От того, что вы не чувствуете свою ценность. У вас есть вот такие мысли. Навешивать на человека. Ребенка, семью, себя. То есть понимаете. Вы не пообщались еще с человеком. Может быть он вам вообще не понравится. Может быть это уже тысячу раз изменившийся человек. Которого вы вообще не узнаете. При общении я имею в виду. А вы уже представляете как вы навешиваете. Вы уже решаете конфликт. Вот навешивать или не навешивать. Справедливо это или нет. Это не вам решать. Кроме того, что это не вам решать вообще. Что-то как бы ну. Пусть взрослый человек решит сам. Разваливать ему на себя. Что-то. Или нет. Вот пусть он решит. А вы это решение примете. Каким бы оно не было. Хватит. Но вы привыкли решать за других. Хватит. Какая штука. Не обязательно, что эта привычка решает за других. Она находит проявление внешне. Но не очень хорошо вы решает это всегда. Это конечно очень много энергии вас отнимает. Так что я думаю вам в этом направлении нужно поработать. Немножечко. Себя. Раскрыть. Немножечко. Себя. Развернуть. Немножечко. Больше внимания обратить на. на себя, свой интерес, свои чувства, свои увлечения, на то, что вас вдохновляет, на то, что вас увлекает, на то, что вас завлекает, на то, что вызывает у вас азарты, радость, какие-то чувства именно в вас, не у ребенка. Понимаете? А вы, вот у меня по ощущениям, вы раздавлены гигантской ответственностью за себя и за ребенка, вы считаете, что эта ответственность не настолько великая, что выдержите ее сложно. И еще один момент, что раз вы женщина с ребенком, значит вы априори хуже тех женщин, которые без ребенка. Вот эти теории, которые у вас есть, стереотипы, какие-нибудь они вам мешают жить, потому что это создает некий такой образ необратимости. Все, у меня ребенок, я теперь второсортный продукт. Все, у меня два ребенка, теперь я третий сортный продукт, ну, к примеру, да. я тренировал, делал вас обычный, простый человек. То есть вы считаете, что есть простые люди, и вы одна из них. Почему так всегда бывает, что если человек какую-то вот категорию людей открывает, он всегда помещает практически туда себя. Не для себя ли одного остается эта категория, чтобы, ну, хоть как-то дифференцировать свое состояние? Пускай оно не устраивает, пускай оно не нравится, пускай оно тяготит, пускай оно откровенно вредно, но лишь бы была какая-то дифференциация. Но дифференциация на уровне интеллекта, конечно, надо вас сразу хорошо, а вот на уровне чувств, на уровне желаний, на уровне эмоций, тут, мне кажется, проблема. Вот. И это все находит выход в как раз вот этой вот истории с одноклассником. Это история, так сказать, импринта. То есть, вы увидели человека, у вас моментально возникли его образ, вы себя почувствовали как тогда, почувствовали как тогда всю жизнь заиграла новыми красками. Вероятно. Вероятно, так. Но, что более вероятно, так это то, что ваша жизнь до этого, я уже молчу о том, что развод это достаточно тяжело, это травма, это потрясение и его нужно прожить так, чтобы последствия не сказались на будущих отношениях. Так что, тут, конечно, вы можете написать, знаете, но, если вы, понимаете, вы чуть ли не замуж уже вышли за человека, я утрирую немного, конечно. Но, вот чуть-чуть, чуть-чуть вы замуж не вышли за человека. Немножко не так работают. Если вы можете написать ему, не надеясь на то, что у вас это получится и оставаясь в этом состоянии, то напишите, пообщайтесь, он может не добавлять вас в друзья. Опять же, по разным причинам. Но вы, знаете, вы выдаёте за действительное то, что думаете сами про другого человека. Это ваше стремление к контролю, я понимаю, вы не доверяете себе. Но это не значит, что это сколько-нибудь реалистичная позиция. Я имею ввиду, даже неправильно сказал, нереалистичная, а полезная для вас позиция. Потому что вы не общаетесь с странным человеком. Вы общаетесь с человеком, которого вы придумали сам. Так вы безопасны, но жизнь, она, к сожалению, в этом состоянии, в такой парадигме. Жизнь, она двигается, мягко говоря, в холостую. В холостую, мягко говоря. Вот. Если вы не можете написать мужчине, не надеясь на продолжение, да, вот не надеясь на развитие отношений какого-то, стоит спросить себя, а что я хочу. Вот я его ещё не видел, у меня был муж, думаю, вы его любили какие-то, у нас сейчас по нему были. Вот. Что я хочу? Что мне нужно? Что мне нужно? Что мне нужно? Где этого мне? То, чего я хочу. Вот. Это вау. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что у вас появится обратная связь, которая подходит началом вашей плодотворной работы над собой. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok